Наши родные, самое дорогое, что у нас есть. 15 мая – Международный день семьи. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. В Крыму этот праздник тоже отмечают. В ЗАГСах Симферополя счастливые семьи принимают поздравления и памятные подарки. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Елена Власенко на протяжении многих лет работала в Киевском ЗАГСе. Каждый день дарила людям счастье. Оказавшись по другую сторону, стала регистрацией, чувствует себя немного странно. Сегодня у них с мужем особый праздник. Совпали сразу две даты – и 10 лет совместной жизни, и День семьи. Вы знаете, я волнуюсь, как будто в первый раз, как будто свадьба не 10 лет не прошла, а вот именно сейчас она наступает. Наверное, когда с той стороны стала немножко спокойнее, чем когда ты сам участвуешь в церемонии, в роли уже невесты, или в роли, например, как сегодня у нас будет розовой свадьбы. Конечно, волнительно. Волнительно, впечатлительно. Ну и, конечно, у нас же есть такой маленький свидетель. Все счастье семейное, я считаю, куется просто в понимание друг друга. Это самое главное. Глава семьи Дмитрий очень любит животных. Благодаря братьям нашим меньшим супруги и нашли свое счастье. А эта кошка сыграла чуть ли не самую важную роль в истории семьи. Благодаря ней Елена и Дмитрий познакомились. Сейчас ей уже 15 лет, и она стала самым почетным членом семьи. Все свободное время родители проводят с дочерью Лизой. Появление малышки пара ждала на протяжении 9 лет. Любимое занятие девочки – кормить печеньем домашних любимцев и играть. Ставим мячик. Ставим опорную ножку. И бьем. С праздником счастливую семью поздравили и представители власти. Добра вам и всего самого хорошего. Отмечает праздник и многодетная семья Тотских. Мама Ольга очень гордится своей дружной компанией. У них с мужем четверо родных детей и семеро приемных. Жизнь бьет ключом, а с тех пор, как Крым воссоединился с Россией, все стало еще лучше. Помощь от государства колоссальная. Очень много льгот. Даже сейчас все не вспомнить. Школа, садик нас принимает без очереди. Детские сады тоже там льготные. Сейчас мы подаем на льготную землю. То есть участки нам обещают государству выделить бесплатно. Прожив браки 20 лет, Ольга до сих пор не верит своему счастью. Говорит, главное в семье – это уважение, доверие и, конечно же, любовь.